Добрый день! На шестой странице свежего номера гудка читайте об уникальной станции, которая находится на Дальневосточной железной дороге. Заметка называется «На стыке суши и моря». Действительно, станция «Холмск» уже 38 лет обеспечивает перевозку грузов через единственную на востоке страны железнодорожно-паромную переправу. То есть, как бы, с материка грузы идут на остров, переправляются на остров при помощи типоходов в Сахалин, и там, на станции «Холмск», их перегружают. Уникальность этой станции еще и в том, что здесь, как бы, стыкуются две колеи. Стандартная 1520 и узкоколейная 1067, которая, собственно, островная и которая, собственно, действует на большей части и самой станции «Холмск». Однако подъездные пути все-таки на стандартные материковые колеи. То есть, паром приходит, вагоны с него выходят на стандартную колею материковую, а потом переставляются на колесные пары более узкие и следуют дальше. Это в этом уникальной станции, так как, конечно, такие пункты перестановки колес существуют, но они расположены на стыках с дорогами других стран. А здесь вот единственная, значит, в своем роде станция, где колесные пары меняются на одной дороге, на Дальневосточной. В этом же материале можно узнать и про проблемы этой станции «Холмск». Начальник станции рассказывает о том, что периодически застревают пустые вагоны у них. Дело в том, что договор с паромами, с морской составляющей, с Холинское морское пароходство, он как бы допускает некоторые вольности для судоходства. Они в конце месяца перевозят большее количество груженных вагонов, а снова месяц начинают заново считать. И уже обратно пустые вагоны, которые должны приниматься в том же количестве, берут неохотно. В результате, соответственно, в Холмске возникают забытые, оставленные пустые вагоны. А это ведь головная боль, потому что их требуют собственники, их требует и РЖД. Сейчас, правда, должна эта ситуация присмотреться, и договор с Холинским морским пароходством будет пересмотрен. В сегодняшнем номере газеты «Гудок» под рубрикой «Великие железнодорожники» вы сможете прочитать материал об известном, знаменитом русском изобретателе и ученом Николае Щукине. Николай Щукин прежде всего известен как создатель самого мощного в мире паровоза для своего времени. В 1892 году им был сконструирован паровоз «Щ», впоследствии названной «Щукой». Он действительно был самым мощным, мог тянуть до 60 тонн груза. Но Николай Щукин прославился также и тем, что он разрабатывал план строительства паровозоремонтных мастерских на территории всей России. Многие из этих мастерских впоследствии выросли в большие паровозы и вагоноремонтные заводы, поскольку создавались вдоль сети железных дорог по всей России. Кроме того, в начале 20 века Щукин возглавил при Министерстве путей сообщения комиссию, которая занималась вопросами модернизации подвижного состава. Комиссия заботилась о том, прежде всего, чтобы подвижной состав был отечественного производства. И Щукин был инициатором некоторых таможенных тарифов и запретительных мер, которые стимулировали железные дороги покупать отечественные локомотивы и вагоны. В свежем номере ГУДКА читайте материал о возможном появлении в акватории Мурманского порта угольного терминала. Построить его может нефтетрейдер Гунвар. Примечательно, что раньше участники угольного рынка обсуждали вероятность покупки целиком Мурманского морского порта совладельцем этой компании Геннадием Тимченко. Однако разговоры об этом идут с февраля, но пока никаких официальных подтверждений планов бизнесмена в отношении покупки Мурманского порта не было. Участники рынка считают, что новость о строительстве угольного терминала может быть просто попыткой давления бизнесмена на участников и партнеров по переговорам с Мурманским портом, который был выставлен в план приватизации на 2011-2013 год. Структуры Тимченко намеревались купить Мурманский морской торговый порт за 250 миллионов долларов. Однако эксперты считают эту цену завышенной. Дело в том, что даже при работе на полную мощность актив оценивается в 100 миллионов долларов. Однако сейчас его мощности загружены всего лишь на 65-75%. И стоит он при такой работе 75 миллионов долларов. Однако и саму идею со строительством угольного терминала участники рынка считают вполне логичной. Дело в том, что несмотря на то, что через Мурманский порт идет 90% угля в Европу и Северную Америку, через порт проходят также и другие грузы, что может быть просто неинтересно бизнесмену. Строительство же угольного терминала с нуля, во-первых, позволит Геннадию Тимченко целиком контролировать работу предприятия терминала, во-вторых, привлечь дополнительных партнеров и дополнительные инвестиции. Однако в компании Гунвар Гудко опровергли сообщение о том, что компания собирается построить угольный терминал. Впрочем, даже если идея и не реализуется, нефтитрейдер всегда может переориентироваться на южные порты, где сейчас идет строительство сразу нескольких терминалов и порта на Тамани. Цены на звонки с домашних телефонов резко пойдут вверх. Минкомсвязи предлагает отпустить тарифы стационарных операторов для того, чтобы такие компании, как Ростелеком, могли лучше конкурировать с мобильными операторами и устанавливать более гибкие тарифы. Теперь Ростелеком, скорее всего, будет исключен из списка монополистов и сможет устанавливать такие цены на звонки, какие посчитает нужным. Сама компания утверждает, что тарифы будут более гибкими, значит, будут тарифы с довольно низкими ставками. Но эксперты говорят, что цены на звонки с домашних телефонов, скорее всего, ползут вверх, потому что снижать цены Ростелеком мог и до решения Минкомсвязи при остановке регулирования тарифов. А повышать цены он как раз-таки не мог. Теперь у него появится возможность стоимость звонков повысить. Правда, если он будет делать это слишком резко, то большинство потребителей, скорее всего, окончательно перейдут на мобильные телефоны. Сейчас и так очень многие отказываются от телефонов домашних. В новых домах люди даже не ставят себе телефонный провод. А в старых домах многие просто приходят в компанию оператора и просят отказаться, потому что им уже это не нужно. Если в 2005 году всего четверть населения России были мобильные телефоны, то сегодня уже 90% владеют трубками, а у некоторых их и по 2-3 штуки. Поэтому домашние телефоны в любом случае уходят в прошлое, вне зависимости от того, будут регулировать на них цены или нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова